Добрый вечер, уважаемые товарищи! Сегодня у нас завершающее занятие в Университете рабочих корреспондентов текущего семестра. И поскольку год у нас знаковый, столетие Великой Советской Революции, то занятия были посвящены этому событию, его всемирно-историческому значению. Сегодня занятие проведет доктор философских наук, профессор Козенов Александр Сергеевич. И тема занятия «Поколение в революционном движении русского рабочего класса». Пожалуйста, Александр Сергеевич. Напоминаю, что вопросы в письменной форме, в листочке можно брать. Запись на вступление... Да, ну, вступление. Наш ведущий обозначил, что у нас завершающее занятие сегодня. И поскольку значительную часть времени мы посвятили столетию Великой Октябрьской Социалистической Революции, поскольку и это занятие так или иначе связано, конечно же, со столетием Октябрьской Революции, и в то же время с некоторым обобщением, как наша страна, как наши революции, как наши партии, как наши классы, значит, двигались к этому выдающемуся событию не только XX века, как говорили мы, живя в XX веке, осмысляя роль Великой Октябрьской Революции. Но сейчас, мне кажется, что это главное событие даже не только XX века. Почему? Потому что, скажем, если другие революции, предшествующие революции, они отделяли один эксплуататорский строй от другого, например, капитализм от феодализма, то Великая Октябрьская Социалистическая Революция отделила вообще все эксплуататорские общества от коммунистического, от будущего общества, с которого Маркс с Эрнгельсом говорили, и начинается подлинно человеческая история. Дескать, предшествующее время – это было время предыстории, время раскола человека, время эксплуатации одних другими, время унижения гигантских масс народа, скажем, особенно в России. Читаешь историю, когда сейчас царская Россия? Сколько унижений, невзгод, трагедий, значит, пережил русский народ. От одних только романовых. От таких и до романовых там было, кому поиздеваться над народом. И вот Великая Октябрьская Социалистическая Революция, она положила такой фундаментальный раздел между прошлой эксплуататорской историей и будущей коммунистической историей, в которой нам и удалось пожить, и, как я считаю, мы живём. Другое дело, что из России взгляд на историю, он сейчас несколько придавлен нашей внутренней ситуации. И нам кажется, что коммунизм всё сник, и мы живём в капитализме. Тогда, как если взглянуть на историю человеческого рода и пошире всего общества в целом, то понятно, что коммунизм не закончился, коммунизм развивается, и мы переживаем только очередной зигзаг, поворот истории, ну или, как, скажем, сказали бы, Маркс или Ленин, некоторое отступление, отлив революционного движения. И чтобы понимать вот эту специфику, конечно, нужно и понимание истории, как к этому двигались, какие тогда были проблемы у революционеров. И вот мне кажется, что для понимания сути дела большую роль играет то, как понимается именно революционное движение поколений рабочих, рабочего класса. В этом смысле, скажем, приходилось мне читать в этой аудитории лекцию о русском революционном движении вообще. И я опирался на работу замечательного Владимира Ильича в памяти Герцена. И ещё одна у него есть статья на эту тему из истории российской печати, где Ленин анализирует три поколения в русском революционном движении. Значит, декабристы и Герцен, разночинцы и, наконец, поколение пролетарских революционеров, начиная с середины 90-х годов, которому принадлежит Ленин и который, собственно говоря, сделала революцию. Ну и вот такой общий взгляд, он, ну, в целом правильный, но он ещё недостаточно конкретный. Скажем, эта статья, она списалась именно по поводу Герцена, по поводу годовщины Герцена. Поэтому Ленин здесь сосредоточился на целом. Вот, а если посмотреть на это дело ещё с сугубо такой вот классовой, узкоклассовой точки зрения, то мне кажется, что открываются некоторые интересные такие моменты, горизонты и перспективы исследований дальнейшего. А именно, что значит поколение дворянских революционеров и герцена? Это отрицание феодализма в самом феодализме. Причём, это явление, оно глубоко русское. Вот нигде вы такого не встретите, чтобы высший цвет, князья там, генералы, полковники выступили против монархии. И выступили против монархии, против феодальной монархии именно с целью развития буржуазного движения в России. Значит, я вот думаю, что такого широкого, какого-то революционного движения ни на Западе, ни на Востоке вы не найдёте. А именно это такое российское и русское явление. То есть, они действовали в значительной мере не из соображений экономического свойства, а из соображений нравственности, совести, справедливости, значит, невозможности существовать одновременно с рабством. И поэтому память о декабристов, она хранится и в глубинах народа. Как бы там ни писали учёные о декабристах, как, скажем, академик Мечкина, декабристов помнит именно сам народ. И именно из-за этой нравственной составляющей едут. А отрицание капитализма в самом капитализме, вот оно начинается именно с рабочего движения. С того времени, когда рабочие включаются, когда рабочий класс начинает самостоятельно действовать. А когда он начинает самостоятельно действовать? Он начинает самостоятельно действовать, когда только возникла вот эта самая экономическая предпосылка для, значит, буржуазности. А именно после реформы 1861 года. И если посмотреть на людей, которые тогда занимались политической борьбой, они родились тут где-то, значит, в 50-х годах. Там 52-й, 57-й об Норске и с Халториным. Моисеенко тут где-то тоже годов в 55-м, 54-м. То есть их родители получили свободу и, как говорится, остались без земли, сели на мель. Детки поехали в город. В городе их никто не ждал. Ну, разве лишь эксплуататоры ждали, чтобы, значит, по дешёвке простодушных крестьян поэксплуатировать. Вот, и они тут быстро смекнули, что, так сказать, жизнь в России устроена не для них. И поэтому они, естественно, начали сопротивляться. И уже в течение одного цикла воспроизводства поколений начался довольно бурный революционный процесс. А именно, скажем, можно даже датировать. В 1875 году, то есть вот через 14 лет после реформы, значит, была создана первая политическая организация рабочих, рабочего класса. Правда, создана она как бы из двух частей, из двух поколений. Значит, организатор сам Заславский Евгений, он 44-го года, это ему было там что-то лет 28-27. Вот. Но участвовали в этом движении молодые рабочие, значит, такие же, как Халтурин, обножки. Он возник в Одессе из специальной школы для рабочих. Причём эта школа, она, и сам этот Заславский, они были довольно просвещённые люди. Почему я это считаю? Потому что я узнал, что сам Заславский писал устав этого общества и использовал мотивы и положения устава Международного генерального товарищества рабочих, первого интернационала. Но они ещё, видимо, опирались на старые традиции российских организаций, поэтому устроили такое тайное общество. Ну, тайное общество. Царизм в то время был настроен против тайных обществ, только недавно, ещё относительно недавно, разгромили масонские общества. Поэтому и с этим обществом довольно быстро расправились. Но оно ж не на голом месте возникло. И об этом свидетельствует то, что в следующем году, в 1876 году, деятели этого же поколения, вот этого молодого, о котором я сказал, которые родились тут в 50-х годах, значит, под руководством старших товарищей тоже, в том числе Плеханова, устроили знаменитую, значит, демонстрацию и митингу Казанского собора. Я думаю, что вот молодёжь-то, она и не знает, что был такой знаменитый митинг. А в каком году прослушали? В 1876. Что-то такое в январе, зимой. Да, потом я такой митинг видел. В 1990 году устраивали демократическая Россия в память о том митинге, дескать, связываем мы себя с революционным мерзавцем, с революционным движением. Хотя, на самом деле, это было, конечно, такое антикоммунистическое, антинародное действие. Но я как раз попал в эту ситуацию. Мне было тогда интересно, как исследователю политических партий и процессов, я специально пришёл, посмотрел, значит, как они лавиной залезали на вот эти вот памятники там, значит, поднимали свой этот власовский флаг. А тогда это было серьёзное массовое действие, да. Значит, участвовало около 400 человек. Знамя нёс рабочий и выступил первый рабочий. Значит, правда, после этого они очень много схлопотали. В том числе и этот Потапов рабочий получил, он, правда, ещё легко отделался, он получил 10 лет монастыря. Остальные получили, там другие получили каторги. Да, так что вот это 76-й год. И поэтому вот эти люди, Обнорский, Халтурин, после вот этого митинга, видимо, значит, поняли, что мало митингов и демонстраций, углубились в это дело и создали здесь Северный союз русских рабочих в 78-м году. Это считает через два года после этого митинга. Ну и, конечно, идейно они ещё опирались, Заславский опирался на, был такой Лавров... Пётр. Пётр Лаврович, да. Вот. Такой он был связан и с Марксом, и с интернационалом сотрудничал, но всё-таки у него такое народническое мировоззрение. Вот. А вот эти ребята помоложе, Обнорский съездил в Европу, посмотрел, познакомился с европейским рабочим движением. Не знаю, насколько ему удалось, значит, познакомиться с интернационалом, но думаю, что удалось. И в это же время как раз переводится капитал на русский язык. То есть, ну, идёт такая очень бурная, душевная и политическая жизнь. Значит, понятно, что в скором же времени этот союз тоже был разрушен. Значит, Степан Халтурин, он одновременно и сам, значит, устроил взрыв в Зимнем дворце, охотясь за царём, и ещё будучи в таких пережитках народнических. И потом, значит, при покушении на Александра Второго во второй раз, значит, он был участник, его схватили вместе с другими, участвовавшими в этой операции, не в операции, даже в действии. Но он не сознался, не признался, заявил другую фамилию и был, значит, казнён вместе с другими. Но как неопознанный, обозначен тогда был, как неопознанный, лишь позднее, конечно, стало ясно, о ком идёт речь и о чём. И нужно сказать, что о нём сохранилась такая большая память. В том числе в 1925 году был создан фильм Степан Халтурин, художественный, документальный. Вот я думаю, что интересно бы его сейчас посмотреть снова. Да, улица миллионная, молодёжь, наверное, не знает, что до вот этой последней эпохи она была, носила звание Степана Халтурина. Ну и много других памятников ему поставлено. Кстати, о Ленине, о музее Ленина, кто-то сегодня говорил. Значит, вот у Ленина в кабинете в Кремле, значит, было два портрета, две скульптуры Маркса и Степана Халтурина. Да, так что вот это вот бурное время, глубокое время и в идейном смысле, то есть была какая-то проведена большая такая идейная, образовательная, воспитательная, ознакомительная работа и политическая, значит, действительно такое было значительное обострение политической борьбы. И даже забастовочная борьба этого времени, а забастовки организовал их, значит, друг тоже, однокашник с этого поколения, Пётр Анисинович Моисеенко был такой. Он организовал, вот все знают знаменитую стачку, ну, по крайней мере, старшее поколение, Морозовскую, наверное, помните, в курсе истории преподавали. Сейчас-то молодежи, наверное, не преподают. А Морозовская, она была у этого, Моисеенко третья. Значит, он до этого две стачки провел там, в 78-м и в 80-м, и эту в 85-м. И в этой стачке они уже заявили не только такие экономические требования, но как бы вышли на требования и политические. Один из пунктов гласил, что требуем государственного контроля за администрациями. То есть, вот прозвучало слово «контроль». Правда, они ещё тогда думали, что контроль может устроить государство над буржуазными, значит, дельцами. Ещё не понимали, что это может сделать только сам рабочий класс, рабочий контроль установить. Тогда он будет и будет действием. Но всё равно это требование политическое почему-то, что оно выносит сами эти заявки на государственный уровень. Они обращаются к государству, они мотивируют государство, они требуют у государства. Поэтому вот этот аспект, он вроде бы и небольшой, незначительный, но он говорит о характере мышления, что они думают о государственном масштабе, сразу переводят свои интересы, вроде бы частные, в государственные масштабы. Но интересная и частная сторона дела, а именно одно из требований, значит, вернуться к заработной плате до 81-82 года. То есть не повысить, как сейчас говорят, повысить заработную плату на 10%, а верните, пожалуйста, нам зарплату, которая была в 71-72 годах. Почему так случилось? И, скажем, вот в исторической перспективе это хорошо видно. Получилось это почему? Потому что было нанесено поражение рабочему движению в 79-м году, значит, основные силы, отосланные на каторгу, а кто и без головы остался, одержал царизм победу, и буржуи начали наступать, начали отбирать то, что было завоевано раньше, там, забастовками и борьбой. Значит, начали меньше платить зарплату, больше штрафовать, там штрафы, составляли до 50% от зарплаты. И, конечно, рабочих это возмутило. И было это, еще, может быть, полезно отметить, что было это на Морозовской стачке. Морозова, я думаю, старшие товарищи тоже помнят, кто такой был Морозов. Савва Морозов, известный, значит, капиталист, который помогал финансово партии. Горькому партии. Но это он внук тех Морозовых, при которых там бастовали. Товарищество Морозовы и компания. Морозовые братья и компания. Но интересно, что вот все-таки какая-то ниточка, какая-то тут связь есть. Значит, да. И когда их вот так довели, как говорится, до ручки, тогда они сделали вот эту забастовку. Точно так же, как и сегодня это происходит. То есть, вот, спокойно, значит, никто ничего не бастует, больших каких-то забастовок нету, материальное положение все ухудшается и ухудшается. Скажем, на наших докерах это хорошо видно. Когда они бастовали, у них была зарплата больше, чем профессорская в два раза. Теперь где-то, ну, близко к профессорской. Вот, почему? Потому что научились бастовать, не отстаивают свои права. Ну, раз вы не отстаиваете, значит, ваше положение ухудшается. Значит, вот это поколение. Ну, и, конечно, после того, как эту забастовку довольно сильно погромили, там участвовало в ней из 11 тысяч 9 тысяч человек, и на несколько сот человек были, значит, ну, довольно сильно наказаны за это дело, в том числе отосланы на каторгу, в том числе и Моисеенко. Вот. Ну, и другие меры были приняты. Тем не менее, товарищ Моисеенко, значит, отсидел, вернулся, продолжал заниматься революционной деятельностью, дожил до революции, и потом Истфар, Истпарт, История партии, значит, привлек его для написания мемуаров, и он еще успел написать мемуары, и в 23-м году, значит, умер, прожив такую большую, богатую жизнь. Вот интересно, как он, значит, воспринимал историю революции в свои последние годы. Но как-то не нашел я пока на эту тему материалов, может быть, молодежь найдет. Значит, революционное движение началось всерьез, когда включились рабочие, когда возникли рабочие организации, когда начались забастовки. А, скажем, до этого, мы хотя говорим, что они революционеры, но декабристы, они, значит, они скорее, значит, революционные публицисты, там, да, революционные идеологи, революционеры слова больше. А революция дела, она вот начинается, значит, после того, как была буржуазная реформа в 61-м году проведена, и когда началось воспитание рабочего класса, фактически сразу же он понял, что к чему, и сразу же включился вот в эту революционную борьбу. Ну и, конечно, значит, выступления были яркие, сильные, мощные, они дали большой толчок по всей России, но явно, значит, вроде бы приостановилось все. почему? Потому что движение пошло, как сказал бы Гегель, Согрюн де Гейн, да, погибло. Но этот Согрюн де Гейн имеет еще значение уйти в основание. Грюнд, основа, и земля по-немецки. Значит, и, конечно, вот эта основа, она и проявилась у следующего поколения, которое начало работать тут вместе с Лениным, отчасти под руководством Ленина, а в дальнейшем и под руководством идейным и политическим Владимир Ильича. Но ярко выступило оно, ярко выступило оно, тоже, может быть, просто мы не обращаем внимания на это дело, где-то сразу с 1900 года. Я уж не говорю о том, что в 1898 году была создана социал-демократическая рабочая партия России. А забастовочное движение где-то с 1900 года начало расти очень бурно. И, скажем, в 1905 год приходится уже миллионные забастовки по России. Миллионы людей участвуют в забастовках. И это, конечно, решающая, решающая такая борьба и решающие явления в истории освобождения России, в истории революционного движения России. Значит, в 1905 году в мае возник Иван-Вознесенский совет, который был организован рабочими Ивана-Вознесенского, представителями заводов Ивана-Вознесенского, поэтому он и называется советом. Совет рабочих депутатов, то есть депутаты от рабочих от конкретных организаций из предприятий. Тогда в Иванове одних ткацких только было 14 предприятий. И вот каждое из предприятий в соответствии с численностью были представители в Совете Ивановском. Но в конце советской эпохи, когда занимались этим делом историки, нашли 151 депутата Иваново-Вознесенского совета. Но предполагалось, что еще остались какие-то недопознанные, недоузнанные депутаты. Но 151 человек это очень сильная организация. Но молодежь не знает, придется повторить. Я думаю, старшие товарищи помнят, что Иваново-Вознесенский совет продержался 72 дня. То есть власть взяли в свои руки совет, организовали четыре комиссии, но считай правительство, сейчас бы министерство, как сейчас называют. И руководили всеми делами в городе. Жандармы и армии испугались, отступили, не вмешивались в дела. 73 что-то я начал называть, нет, по-моему, 73 дня. Это Парижская коммуна была 72 дня, а Иваново-Вознесенская коммуна прослежала 73 дня. Да, и Ленин, анализируя вот это явление позднее, уже после революции, Владимир Ильич снова обратился к истории рабочего движения, к истории диктатуры политриата где-то году не в 21 или 22 и говорит, что вот эта стачка сразу объединила экономические и политические интересы. Значит, поэтому партия правильно сделала, что помогла этой организации сформулировать и политические интересы. Причем вот я сейчас работаю в политехническом институте, там памятная доска. Здесь учился будущий руководитель советского, один из руководителей советского государства Михаил Васильевич Фрунзе. Раньше памятник был. А вот раньше был и памятник старшие товарищи, которые раньше там работали. Значит, причем что значит Фрунзе как руководитель, один из руководителей Иванова из Детского Совета? Он, ему было 25 лет. Да. Стоп, 25 или 20? Что-то я засомневался. Да, да, да. Наверное, 25 лет. 25 лет, то есть молодой человек. Причем он, его выгнали из университета из революционной деятельности, вот он приехал туда, он не входил в Совет, но он уже был членом партии и как бы из города помогал забастовщикам там решать какие-то свои вопросы. Значит, вот поэтому они и вышли сразу от экономических требований и проблем на политические проблемы. Ну и надо сказать, что таких советов в 905 году было около 12 и представители этого совета потом в 17 году организовали 17 советов по РСФСР. То есть они уже были опытными товарищами, как это делается, как организуется и, значит, несли опыт по России. Многие из них стали выдающимися политическими партийными государственными деятелями, написали книги, в том числе женщины были выдающиеся. Вот там в центре Иванова стоит памятник Ольги Варенцовой. Она была одним из таких руководителей, одной из руководительниц вот этого Иваново-Лесенского совета и уже тогда партийного работника. Тоже, кстати, написала очень интересные воспоминания о работе совета. Ну и, конечно, когда говорим о рабочих революционерах, то с Ивановым связана деятельность такого выдающегося деятеля Фёдора Афанасьева или, как там его звали, отец. Прозвище у него такой, партийный кличка, отец. Кто такой Афанасьев? Афанасьев – это человек, который работал и в Москве, и в Питере, и в Литве, еще где-то, имел большой опыт организации рабочих забастовок и осуществлял связь центрального органа с Ивановым. Ездил постоянно в Москву, Петербург, организовал рабочих. И там его в это же время, вот этим же летом и убили. Сейчас, да сейчас, наверное, стоит памятник. В советское время там стоял ему памятник. Из камня очень такой характерный, такой большой красный монолит гранит, и из него как бы вырастает, да, фигура Афанасьева. Вот, это показатель, что он такой, с одной стороны, такой коренной рабочий, специалист, фундаментальный парень, с другой стороны, грамотный, очень идейно. И в-третьих, видимо, обладал такими организационными способностями, что за относительно короткое время убедил товарищей, что надо и профсоюзные организации создать на заводах, и, значит, создать коллективный орган, который бы помог организовать более глубоко работу. И, как правильно сказал Владимир Ленин, вот эта революция, она и стала генеральной репетицией Великой Октябрьской Социалистической Революции. Здесь родились кадры. Скажем, если посмотреть, посмотреть на возрасты революционеров и пятого года, и семнадцатого года, то вот в пятом году еще молодежь, а не молодежь. Скажем, у меня была статья советских времен о этом первом совете, там я высчитывал средний возраст членов Иваново-Есенского совета, и у меня получилось двадцать восемь с половиной лет. Двадцать восемь с половиной лет, прибавьте двенадцать, получится сколько? Сорок. Сорок. А если вы возьмете возраст членов Центрального комитета в восемнадцатом году, в семнадцатом году, то вы получите тридцать восемь лет. То есть это вот они как раз доросли до этого времени. Ну, кто-то присоединился, конечно, но основной костяк, он и был уже закаленный. А на фоне их Ленин, он был уже так вроде постарше, ему было в семнадцатом сорок семь лет. Значит, он в целом был их на девять лет постарше. Ну, и Сталину, скажем, было сколько там было-то? Тридцать семь. Тридцать семь. На девять лет положено. На девять лет по-моему. Значит, это все молодые люди, как и положено революции. Революцию всегда делает народ, ну, относительно, конечно, молодой. Скажем, возьмем мы английскую, старую, возьмем мы французскую, возьмем мы парижскую коммуну, возьмем мы наши. Значит, вот какой молодежь. Не как у нас вот эту контрреволюцию сделали старьевщики, которые предали партии, еще будучи находясь в партии. Вот. А это были молодые силы, но которые прошли трудный путь и учебы, и борьбы с 15-го по 17-й год. И именно поэтому, я думаю, вот эта закалка, они все время учились, все время писали. Это правительство, оно самое грамотное, вот в это правительство оно осуществило платоновское пожелание. Платон, великий Платон греческий, говорил, значит, государственные мужи должны быть философами, или философы должны быть государственными мужами. Значит, и вот, глядя на правительство первое советское, в сравнении с другими, да, можно сделать вывод, что никогда не было ни в России, нигде, либо столько грамотных, и именно философских, грамотных людей. Скажем, на каждого человека нигде в мире не приходилось столько опубликованных работ, я имею в виду серьезных работ, да, как вот у этого поколения. Уже все пишущие авторы, причем самостоятельные авторы, не случайно порой сурово спорящие друг с другом, да, скажем, Бакунин с Лениным, Троцкий с Лениным, между собой, там, Чечерина автор, Луначарский автор, большой был, это сейчас так их оттеснили, подзабыли, но это подзабыли неграмотные люди, а грамотные люди прекрасно помнят, что это все выдающиеся и ученые, и публицисты, написавшие не один том, даже рабочий Михаил Иванович Калинин, да, и у него несколько томов есть сочинения и речей написанных, и какие речи, мы вот сейчас так не говорим, а зря, надо учиться, вот этой речи, значит, которая бы соединяла ум и простоту одновременно, но это и дает, собственно говоря, ум, когда человек ясно мыслит, ясно излагает, а ясно, значит, и просто, хотя, я думаю, что это связано с понятием, значит, ясно понятие, понятно то, что выражено в понятии, и вот они вот это усвоили, они, значит, почувствовали, что Ленин и Марц правильно учат, приучают к понятию, приучают брать смысл, суть проблем и выражать ее адекватно, то есть понятийным образом. Да, ну и, конечно, революция семнадцатого года не только само по себе великое дело, но и после революции ведь бывает всегда, везде период разрухи, почему-то, революция, это так или иначе гражданский стык, развал экономики, значит, социальные проблемы, поэтому нужен период реэволюции, нужен период некоторого восстановления. И экономика России была восстановлена за девять лет этим поколениям. Вот в двадцать шестом году Иосиф Истребович доложил, по основным параметрам мы достигли уровня тысяча девятьсот тринадцатого года, а тринадцатый год обычно и берут как показатель высшего развития России перед войной. Вот последний перед войной год был самый богатый, успешный. Восстановить это и значит, восстановить, значит, это тринадцатый год тогда. Сегодня мы с вами живем уже двадцать пять лет при этой разрухе, и все не могут восстановить экономику РСФЦР. А некоторые вещи, значит, ну, мне кажется, не только не восстанавливают, а разваливают, продолжают разваливать. Например, науку, Академию наук. И вот этот, конечно, какой-то обвал очередной собрания, заседания наук и неспособность выбрать, значит, президента Академии наук, это вот еще один показатель того, что наук, она развалена просто. И даже не видно, кто бы и что бы могли сделать здесь в плане оживления. Поэтому у меня ощущение, что лучше даже, чтобы вот она да развалилась, и какие-то молодые люди, может быть, с помощью таких выдающихся людей, как РС Иванович Алферов, наш последний Нобелевский лауреат, может быть, что-то сделают. Ну, я-то думаю, что сделают обязательно. И я еще думаю, что вот это правительство, не это правительство, я имею в виду Путин, а правительство буржуазное, то есть за все эти 25 лет, оно неспособно восстановить. У него нету цели такой. если, может быть, и появляется какая-то цель, нету способностей, нету средств. Скажем, у Ленина, у Сталина была партия. Тогда она была еще относительно немногочисленная, но это были люди, которым поставил задачу, и они поехали в Сибирь ее выполнять. Сейчас таких задач не ставят и не поставят. Почему-то что каждый из этих боссов, он бизнесмен. Если даже он какой-нибудь государственный деятель, то мы теперь знаем по практике, что за ним аффилированный хвост всяких предпринимательских контор. И у него, конечно, болит голову об этих конторах, как, скажем, президента Соловьева Мордовии, Мордовской республики. Вроде он президент, а вроде у него одна сестра дорогами занималась, и он раньше дорогами занимался, теперь дочь занимается дорогами, другие родственники, конечно, у него забота была, как здесь работать, а не развитие Мордовии. И у большинства так. Поэтому это правительство, оно не может управлять ни по-новому, ни по-старому, говорю я. Оно не способно в принципе. Поэтому если будет организована наука, реорганизована наука, и возрождена наука, то только в новом государстве, которое создаст рабочий класс и трудящийся. А скажем, в советское время ведь этой проблемы не было. Была академия, российская академия наук, царская, императорская. Значит, правительство собрало академиков, поговорило, обсудило, внесло те предложения, которые у академиков были по организации, дало денежек, дало помещение, значит, сформулировало задачи по развитию производства. И академия начала работать на производство. Так мы Жарес Иванович Алферов и я эти 25 лет говорю, не надо развивать науку специально. Дайте ей заказ от промышленности, если у нее будет заказ от промышленности, она и будет развиваться, отвечая на запросы промышленности. Вот что надо. Но раз промышленность не развивается, и наука не может развиваться. теперь, раз промышленность не развивается, и рабочий класс не развивается в той мере, в которой он мог бы развиваться и двигать нашу страну. Поэтому я ожидаю каких-то таких движений от народа, от рабочего класса, на правительство больше никакой надежды. ну и конечно продолжая вот эту линию, можно отметить, что вот это первое советское поколение, оно конечно преобразило Россию, вывело Россию на второе место в мире по экономике, на первое место значит по многим другим параметрам, в том числе по военной сфере, по научной сфере во многих отраслях. Значит выпустил, победила передовую тогда Германию со всем её значит военным потенциалом, встала в огролме колониального и освободительного движения во всём мире, позволила или помогла освободиться от колониальной зависимости нескольким десяткам азиатских, африканских стран. И 60-й год был днём крушения мировой колониальной системы. Но это поколение оказалось и внутренне расколото. Причём значит пока раскол был явный, вот движение было успешным. Явный пока были группировки значит внутри КПСС открытой. Потом вроде с группировками по видимости было покончено, а в реальности видимо не до конца. Поэтому наряду вот с этим ростом, наряду вот с этим развитием где-то тлела значит внутри такая буржуазная гниль. И вот эти вот деятели принимавшие наиболее активное участие в организации разрушения СССР Горбачёв, Ельцин, там другие, всё политбюро, значит они люди как раз этого поколения. С одной стороны они воспользовались результатами того, что было сделано значит предшествующим поколением отчасти лучшей поколению и лучшей частью их поколения, а с другой стороны значит отчасти возомнились, отчасти переродились, отчасти просто сознательно предали. поэтому постепенно Советский Союз и рабочий класс значит начали тормозить в своём развитии, а уж когда значит к власти пришёл Хрущёв, то был совершён в 62-м году и просто значит контрреволюционный идеологический переворот. Подменили программу Маркса, Ленина, Сталина программой значит Хрущёва, программой, в котором не оказалось ни ведущая роль рабочего класса, ни партия рабочего класса, ни государство рабочего глаза, а стала общенародная партия общенародного государства. Ну и конечно мы много раз объясняли, что в природе не существует такого явления, как общенародное государство. И нам классики объясняли, теперь мы на своём горбу убедились, что государство это государство какого-то класса. Сейчас государство бизнесменов, государство капиталистов, Государство – буржуа, и народ от этого претерпевает, и экономика стоит, и военная сфера разрушена, считай, и экономическая сфера разрушена, и образование. Вот практически все критические выступления у меня отзываются такой положительной реакцией в том смысле, что я с ними согласен, что это ну какая-то драма, что не руководитель системы образования, то дальнейший развал. Сейчас новая вроде дама руководительница, спустили новые нагрузки. Раньше была философия 36 часов, сейчас будет 8 часов. То есть она и так была маленькая по сравнению с Советским Союзом, или по сравнению с европейскими странами. В европейских странах гуманитарная подготовка очень большая. Почему? Потому что им нужны граждане зрелые, а нашим, видимо, граждане зрелые не нужно. Поэтому вот она сокращается, логика выкинута уже давно, есть философские проблемы естествознания. Значит, теперь до самой философии добрались, значит, вот и её начинают резать, сокращать. С другой стороны, нагрузка преподавателей увеличилась, значит, до 900 часов. Ещё в 1938 году Моисей Лазаревич Каганович установил, Лазарь Моисеевич Каганович установил 550 часов преподавателям всех категорий. Сейчас 900. То есть это какая-то жуткая эксплуатация. Теперь, тогда зарплата была доценская, тогда же была установлена, значит, 3200 рублей, потом 320 рублей, и так она и продвижалась в Советском Союзе, 320 рублей. Так это было в последнее время в полтора раза выше средней. Сейчас доценская зарплата в два раза ниже средней. То есть, ну, издевательство. И ни к чему хорошему это привести не может. Это только разрушение, значит, всей духовной сферы. Ну, и, конечно, нынешнее положение рабочего класса, оно вызывает чувство сострадания, что, с одной стороны, его эксплуатируют. Эксплуатируют страшно. Скоро, на металлическом заводе работают по 12 часов. Тут приходил товарищ, их профсоюзный босс-то, как его, фамилия-то? Артюхин. Артюхин, да. Говорит, ну, я его спросил, сколько зарплата у вас? О, значит, 46 тысяч. Но это было, правда, лет 5 назад. О, 46 тысяч тогда, это были большие деньги. Но что-то я начал прокручивать, как-то многовато. А я говорю, а за сколько часов у вас работают? За сколько часов это? Он говорит, за 12. Ну, так за 12 ничего. За 12 это тоже хорошо. Но это не, если бы 46 за 8 часов, то да, это было бы очень хорошо. Но это за 12 часов. А что значит 12 часов отработать? Это значит никакого развития, никаких профсоюзов. Ничего больше, только вот прийти отдохнуть. Ну, может быть, там погладить, значит, сын или дочь по голове. Ну, всё. Всё, Сергеевич? Да. Поэтому, значит, нынешнее положение рабочего класса слабо. И революционное движение пока ещё оставляет желать лучшего. Хотя, конечно, определённую роль рабочий класс и его организации имели и в последнее время. А именно, ещё при Горбачёве рабочие Санкт-Петербург создали рабочие клубы за коммунистические ориентиры перестройки. На нескольких заводах были такие рабочие клубы. Мы в них, значит, выступали. Вот. И казалось, что может из этого что-то развиться позитивное. Но напор сверху был очень сильный. Теперь объёмный фронт трудящихся, тоже при определяющей роли рабочих был создан. И тоже сопротивлялся, значит, Горбачёвщине. И потом и Ельцину. Ну и сегодня есть партии, которые считают себя партиями рабочего класса и работают на возрождении рабочего класса. Но пока значительная часть рабочих за ними не идёт. И я думаю, что всё-таки тут дело в рабочем классе. И в состоянии народа нашего, уставшего от шоковой терапии, от реформы вот этих жутких, обескровленного в значительной мере просто. От разрушенного производства, на котором некому работать рабочим. Вот. Ну и, с другой стороны, конечно, недостаток знаний, недостаток понимания, недостаток углубления в социально-экономические проблемы. Но я думаю, что с помощью нашего университета этот недостаток будет исчерпан. Не только это. Исправлен. Вопросы. Да, с удовольствием. Как Вы считаете, почему капиталист Савва Тимофеевич Морозов считал необходимым оказывать помощь большевикам? Да. Интересный вопрос. Там сложное сочетание общественных и личных мотивов. Вот. Но среди общественного, значит, мне кажется, вот какой интересный момент. Вот и тогда Морозовская стачка, она произошла не где-нибудь, а она произошла на предприятии, которое принадлежало старобрядцам. А что значит принадлежало старобрядцам? Это значит, что до 1855 года такого рода предприятия, они управлялись не индивидуально Морозовым и принадлежали не индивидуально Морозову, а принадлежали общине церковной, старобрядческой. Поэтому роль общины, роль коллективного начала в ней была очень сильна. Поэтому когда те Морозовы начали там зажимать, да, эти товарищи, привыкшие к общинной всё-таки жизни, значит, ну проще было организоваться и выступить против. Ну и ещё традиции они помнили старые. Значит, и вот эта коллективная основа, мне кажется, она и в Саре Морозове сыграла. Плюс, я думаю, он не забывал урока, вот того, который его деды и прадеды получили в Морозовской стачке. Может быть и поэтому, значит, но я говорю, тут нет одной какой-то причины, нет какого-то одного стимула, комплекс такой социальных и личных поводов. Так, ещё вопрос. Был ли сторонником революции великий русский писатель Лев Николаевич Толстой? Лев Николаевич Толстой не был революционером, да, но он был выразителем революционных настроений и крестьянства. Он понимал революцию и необходимость перемен так, как это понимали крестьяне. Ну, скажем, Вера в главном вопросе, в вопросе о земле. В вопросе о земле он выступал против частной собственности на землю. С одной стороны, это общинное такое пожелание и требование. С другой стороны, капитализм, он шёл уже сам к тому, если скажем, сейчас он уже пришёл, что земля по большому счёту, она не в частной собственности. Она уже даётся в аренду сейчас в большинстве стран и в большинстве объёмов. В частную сферу там попадают небольшие флычки. В этом смысле можно сказать, что одно из положений манифеста коммунистической партии, сформулированного Марсом и Энгельсом по поводу земли, оно в буржуазном обществе реализовано. И только у нас, значит, выступали там с требованием частной земли, дайте нам землю, вот им дали землю, вот она стоит теперь в массовом масштабе и думают, как же вот она зарастает, как же вот она не обрабатывается. Поэтому я думаю, что Лев Николаевич Толстой, вот он выражал это, да, как христианин, как человек совестливый, как человек, сочувствующий, трудящий всех, крестьянам в основном, но, конечно, лекционером он не был ни в каком смысле. Последний вопрос. Чего не хватает нынешним организаторам и участникам коммунистического движения? Ну, здесь подтекст такой, что не хватает субъективно, да. Я-то думаю, что больше всего не хватает объективной составляющей, а именно производства. Значит, если бы было производство, оно хотя бы немножко развивалось, да, была бы почва, на котором, была бы более благоприятная почва, на которой бы и развивалось это сознание, требования, организации и так далее. Ну, а субъективно всё-таки это всегда не хватает понимания. Вот главное – это понимание. И Гегель, скажем, об этом говорил, и Марс с Лениным неоднократно, значит, указывали на это обстоятельство. И Ленин, блестящая вот эта формула, она даже не формула, а такой какой-то клич и крик. Учиться, учиться и учиться. Три слова сразу. Они вроде ни о чём не говорят, но они призывают. Учиться и учиться. Крик души. Что, ребята, учитесь. Ну, и скажем, советское правительство и сталинское, они же это восприняли буквально, сразу всеобучие, то есть всем, всему населению, всему народу дать всеобщее начальное образование. И дали. Теперь дать лучшее, высшее образование. Понастроили институтов, лучших ещё послали за рубеж учиться. И оттуда приехали физики, которые стали потом Нобелевскими лауреатами. То есть, ну, учёба, знания, наука в Советском Союзе были на высоте. Ну, кстати, это и известная вещь. Кеннеди, помните, знаменитую сразу её часто повторяют, что... Значит, почему Россия первая вышла в космос? Ну, потому что школа лучше, не считалась советская школа в 50-60-х годах лучшей в мире. И вот интересно, что вот тогда экзамены назывались испытания. Вот посмотрите старые фильмы советские, там, в 40-х, в 50-х годах. Если рейс заходит о вузах, он прошёл испытания. От слова «пытать». Тебя там пытают, знаешь ты или не знаешь. А сейчас, раз ты заплатил, ну, чё тебя пытать-то? Надо тебе уж тройку-то точно поставить. А если ты там что-то вякнул, ну, наверное, 4. А не испытания, да. Отсюда знания, понимание. И их необходимость. И нужность. Всё, спасибо. Присажитесь пока. Так, на выступление записался один товарищ Герасимов Иван Михайлович. Пожалуйста. Ну, во-первых, очень, да. Микрофоб посередине. Вот, и кстати, спасибо большое Оксану Сергеевичу за роскошную лекцию. Ну, вот по поводу последнего сентенции насчёт понимания. Вот здесь очень хорошо у Ленина есть. В 19-м году Владимир Ильич решил поплакаться девушке в жилетку. Видно, были на то причины. Письмо Эмесси Армадт в декабре 13-го года. И пишет Владимир Ильич, что люди, большей частью, 99% из буржуазии, 98% из ликвидаторов и 60-70% из большевиков, между прочим, не умеют думать, а только заучивают срова. Срова жирным шрифтом выделены. Вот это вот к вопросу о беспомощности в каком-то смысле нынешних многих вождей. Вот читаешь нынешние газеты, так называемые коммунистические, многие левые. Вот они абсолютно безидейные. В том смысле, что у них нет никакой идеи. Идея – это ответ на вопрос, что делать. Ответа этого там нет. Там жалобы и протестные действия. Вот мы протестуем, мы протестуем, жаруемся, протестуем. И это вообще говоря, когда к нам торглись немецко-фашистские войска, да, не протестовали, ну, против этого, а закончили войну в Берлине. И, в общем-то, там и вещи в том числе достаточно жестокие происходили. Вот это вот надо понимать и видеть разницу между теми, кто протестует, и теми, кто ставит перед собой задачи определенные и добивается их выполнения. Это гниль современного движения, я должна его назвать, это не коммунистическое, не рабочее движение. Это протестное движение, оно насквозь гнирует. Это вот первое. И второе. Вот откуда все-таки Оксан Сергеевич несколько не в парне, все-таки, на мой взгляд, осветил борьбу нынешнюю? Ну и, так сказать, вообще в 20 веке, уже после революционной борьбы рабочего класса за свои интересы, она была. Ну и поэтому тут может сражиться такое впечатление у некоторых, что вот была когда-то индустрия, была рабочая борьба, было коммуническое движение нарастающее, а сейчас у нас какой-то там 30-й технологический уклад, и у нас разваливается наука, и ничего этого быть не может. Значит, ну вот что там творилось в 30-х годах, я не скажу, но вот после войны на обучение, в частности, университеты, у нас в политехе было много фронтовиков-студентов. Это солдаты и офицеры, орденоносцы и, ко всему прочему, обладающие опытом, как убивать людей, ко всему прочему. Вот, и вот в частности, в университете группа вот этих офицеров, они увидели, что им экономист читает что-то такое в духе нынешних там гайдаровцев, этих рыночников, экономистов, они, так сказать, мириться с этим не стали, они пошли в портку, и когда стали колупать этого лектора-профессора, узнали, что он в свое время был еще министром временного правительства. Такое вот. Ну, его вынесли после этого из университета, а один из вот этих офицеров, Николай Александрович Моисеенко, стал доктором, профессором и научным руководителем Михаила Васильевича Попова. И вот здесь можно говорить о том, что вот эти люди, когда вроде бы как вот и промышленность у нас развивалась, и все было, но с другой стороны уже шло, по крайней мере, в области интеллектуальной наступления контрреволюции, они выступили за нетоварный характер социалистической экономики, и, в общем-то, все копья между социализмом и капитализмом наступающим, перешедшим в контрнаступление, ромались вокруг этого тезиса. По крайней мере, на вторую защиту Попова, это было где-то 78-й, по-моему, год, да? В общем, я не помню. В 86-й, да? Нет, 86-й это третья была, вот Феррабрасовская успешная, а вторая была еще, по-моему, где-то 78-й год. Туда съехались рыночники, демократы последующие со всей страны, ракетские, в частности, там такие, приехали откуда-то там, уже не помню, из Москвы, не из Москвы, вот, и они, так сказать, там Попову накидали черных шаров. Но совет этот тогда прикрыли, потому что выступлений против не было, а черных шаров накидали, диссертацию не пропустили. То есть борьба шара ожесточенная, и, в общем-то, то, что потом, когда борьба обострилась, появился Объединенный фронт трудящихся, как справедливо, Александр Сергеевич сказал, и инициативное движение коммунистов России, Искра, Искр, и в дальнейшем Российская Коммунистическая Рабочая Партия и Рабочая Партия России, это все вот следствие вот этого движения, которое зародилось после войны. Ну, а чего вот не хватает сейчас все-таки, если вернуться? Ну, во-первых, надо лозунги правильные выдвигать. А наши вот товарищи, руководящие во многих партиях, они вот действительно повторяют слова. Добой самодержавие. Надо первый лозунг, это вот Путина надо убрать. А Владимир Ильич по этому поводу хорошо писал статье с хорошим названием, с иконами против пушек, с фразами против капитана. Писал он так. Дело в красе, а не в лицах. Нападать на Милюкова лично, требовать прямо или косвенно его смещение, пустая комедия, ибо никакая смена лиц ничего изменить не в состоянии, пока не сменились красы, стоящие у власти. И вот сейчас самым революционным признаком считается это вот требовать, как это, Путина отставку и так далее. Ну, это вот как-то комедианты. И вообще это движение, оно напоминает ситуацию, в частности в мире науки, когда на какую-то тему выделены средства из госбюджета большие. Ну, тут бюджет, наверное, не нашего, не российского выделены. И вот к этой теме вот многие-многие-многие хотели бы присоседиться, как-то вот в ней поучаствовать. Вот, конечно, здесь виден движ определенный на этом направлении, как мародежь говорит, и видно, что большие силы в этом задействованы. Ну, вот должны ли коммунисты вообще, говоря, вот в этой комедии пустой участвовать? А ведь на это тянут, и вот надо ходить на митинги, это вот требовать того и сего. А вот работы на заводах фактически нет. И фактически нет организации экономической борьбы рабочего класса за насущные интересы. Да, Ленин несколько пренебрежительно отзывался об этой борьбе в работе «Что делать?». Надо понимать, что рабочий класс России к тому времени обладал колоссальным опытом такой борьбы, в том числе и стихийной. В 1996 году была мощная промышленная война, так называемая, в Санкт-Петербурге. Когда рабочие забрасывали камнями войска, сордаты штурмовали рабочие квартары. Это была эпопея несколько месяцев с жертвами и так далее. Была буховская оборона, которой тоже большевики косвенные отношения имели. И были, вот как Александр Сергеевич совершенно верно сказал, далеко не все эти забастовки организовывали большевики. Было мощное рабочее движение, рабочие в жестких условиях выраставшие. Они жестко сопротивлялись, когда увольняли их товарищей, когда с них драли штрафы и сажали в тачку капиталистов, вывозили их с предприятий и пробивали головы там мастерам. И они, так сказать, несмотря на риск оказаться в цирке, на каторге, в тюрьме, ведь за участие в забастовке можно было схопотать до 6 месяцев каторги, а за организацию забастовки до 16 месяцев. И тем не менее были вот такие кароссальные забастовки, и совершенно ясно, что всех, как говорится, не сошлешь на каторгу. Вот сейчас этого тоже немножко не хватает. Хотят вот как-то на основании закона, а вот нам порагается помещение со связью с компьютером, с телефоном, и автомобиль там, да пускай нам это обеспечат. И сходят по судам. Ну, здесь надо не по судам, здесь надо решать эти вещи. Не то, чтобы там сразу голову кому-то пробивать, но просто вот собраться торпой. Кстати, в Иванове в 96-м году на автокране, когда задержали зарплату, там рабочие не бузили, не буянили, ничего. Они просто пришли за зарплатой в административный корпус. Вот несколько сотен человек тогда еще работало, и вот они забили с собой административный корпус около кассы, и стоят там, ничего никому плохого не делают. Мне так, ну, граждане, вы идите работать-то. Ну, как работать? Ну, зарплаты нет. Ну, не будет же зарплаты. Ну, как не будет? Должны сегодня день зарплаты, должны вот привезти вот-вот. Вот. И там, значит, парализовали фактически работу корпуса, и к четырем часам вечера зарплата появилась в кассе. И все получили. То есть вот такие простые действия, но прямые, они-то, конечно, намного эффективнее, чем вот все эти петиции. И надо сказать, что вот коммунисты, как организаторы рабочего движения, они вот пока здесь вот субъективный фактор может быть. Они не в парне этим рабочим движением занимаются, и не в парне это дело организуют. Так что вот это здесь есть над чем подумать. И спасибо, прошу прощения, за опыт подробления. Спасибо, профессор Ильич. Субъективно слово. Ну что, дорогие товарищи, за этот год мы здесь прослушали и прочитали некоторые. Значит, много лекций. Все они были глубокими по содержанию, замечательные по форме. Здесь считали в основном профессора, доценты, ведущих наших вузов. Поэтому, я думаю, те, кто ходил, особенно вот старшая часть, думаю, что очень глубоко и широко просветились. Поэтому можно поздравить с окончанием учебного года, пожелать, чтобы на высоком уровне прошла экскурсия в музей Кирова. Ну и чтобы в следующем году, который тоже будет продолжаться под лозунгами Великой Октябрьской Социалистической Революции, был еще более продуктивным, успешным, интересным, полноценным. Спасибо за внимание. Ну что, мы покидаем замечательное помещение. Последнее занятие у нас состоится в музее Сергея Минрова и Шакирова, точнее, посещение, экскурсия. Состоится она 13 мая, это будет суббота в 12.30. В 12.30 лекции. Адрес. Петроградская сторона, Каменноостровский, Кировский проспект, дом 26-28. Второй подъезд, пятый этаж. Встречаемся за 10-15 минут до начала экскурсии. Внизу? Да, внизу. Как добираться? Можно от метро Борьковская или от метро Петроградская, приблизительно одинаковое расстояние, пишу там. Либо любым транспортом, который идет по Каменноостровскому проспекту до остановки Большая Монетная улица. Пенсионерам просьба взять пенсионное удостоверение будет скидать. А сколько билет стоит? 150 рублей. Пенсионерам 100 рублей. Заказанная экскурсия. Там сейчас тем много. Основная это деятельность Сергея Мироновича Кирова. Итак, до встречи в субботу. А так, Александр Сергеевич заключительное слово сказал. И встречаемся затем мы 5 октября. План занятий будет опубликован на сайте и в газетах. Так, спасибо. Спасибо, товарищи. Спасибо.